Икона, как и Слово, является одним из средств познания Бога, одним из путей к соединению с Ним. Словно окошки в Царство Небесное, они указывают на мир горний, далекий и в то же время такой близкий открытому и верующему сердцу. В том мире пребывают святые и Сам Господь со Своей причистой Матерью. И в иконах мы видим их любящий взгляд. В явлении иконы всегда чудо. Например, Иверская икона Божией Матери проделала путь на Афон, два века скитаясь по волнам моря, и, наконец, была обретена монахами Иверского монастыря. О Казанской иконе Божией Матери Пресвятая Дева сама сообщила, явившись во сне. История нашей иконы не стала исключением из ряда этих чудесных событий. Наша икона особенная. Она, кажется, не подходит ни под один классический канон. Дева Мария изображена одна, без Бога младенца. Таковых изображений существует совсем немного. Вообще, конечно, иконы Богородицы без младенца – это не такая уж частая особенность. Чаще всего Богородицы представлены с младенцами. Но в позднее Средневековье появляется иконография, связанная или с предстоящим воплощением Богородицы, или же уже Богородица, скорбящая около креста. Самая известная иконография такая была келейной иконой Серафима Саровского. И у миления города Якутская очень похожа на эту иконографию, которая была келейной у преподобного Серафима Саровского и сохранилась. Основная масса вообще сохранившихся икон и сейчас находящихся в храмах – это, конечно, XIX век. И больше даже вторая половина. Более ранние произведения, они, конечно, являются ценностью. И особенно ценностью для региона, где столь старых, древних памятников не сохранилось. В этом смысле, конечно, для Якутии, я думаю, что это очень значимый памятник, конечно, и святыня. Теперь уже принято считать, что наша икона – это список с почитаемого в XVII веке образа Виленской Остробрамской. Это совпадает и с временем написания, и с техникой исполнения. Иконография градо-якутской иконы Умиления, восходящая Костробрамской, она на самом деле восходит еще более глубоким корням, так называемому греческому курсунскому благовещению, когда на двух створках икон изображалось благовещение. То есть весть Архангела Божьей Матери, и Божья Матерь принимает эту весть, сложив руки на груди, вот это вот знак того, что она сказала «сероба Господня». Она становится той, через которую приходит Спаситель. И вот этот удивительно глубокий жест рук, он как раз тоже передает вот эту любовь. Именно из любви Спаситель приходит в мир, входит, через Деву Марию рождается в этот мир, из любви, ради любви к человечеству, ради спасения его. И она, любя Бога, отдает себя вот в эту, можно сказать, удивительную жертву, да, потому что сказано было, что вообще, кто Бога увидит, то смерть умрет, и вообще соприкосновение, так сказать, с Богом, которого в Ветхом Завете называли огонь поедающий, да, это страшно, поэтому первое, что Божья Матерь говорит Марии, да, Дева говорит, что как же так, я не знаю, может, да, она даже пугается этого, но она принимает «сероба Господня». И вот это тоже, как бы в народном, таком религиозном сознании, тоже было названо умилением. То есть вот этой милостью Божьей и милостью Божьей Матери, да, вот этим движением Бога и человека навстречу, и хотя здесь нет самого младенца Христа, но он в ней пребывает. Вот эта тайна Боговоплощения выражена в этом образе. Известно более 700 различных вариантов икон Пресвятой Богородицы. Среди них выделяются три наиболее распространенные группы изображений Божьей Матери с младенцем, три иконографических канона. В нашем собрании более 25 тысяч единиц хранения, но, конечно, ценным является та иконопись. В трех залах около 875 икон. И третий зал, в котором мы сейчас находимся, имеет как раз типы икон Спасителя и типы икон Богоматери. В иконах Спасителя есть своя типика, в иконах Богоматери своя. Первый тип, который самый известный, это, конечно, нерушимая стена, или, как мы ее назовем, оранта. И очень интересное, не только, так сказать, изображение, она поднимает руки вверх, она заступница, она та, которая охраняет, охраняет Вселенную, мир людей. От оранты произошли, так называемая, курска коренная, знамение, порт-артурское или покров Пресвятой Владычицы Богородицы. Даже удивительным образом ее иногда смешивают вот именно с этой, и с этим типом, когда Богоматерь изображается одна, без младенца. И тоже именно соотносит с этим типом. Другой тип иконы Богоматери, Адигития, в переводе на русский язык, путеводительница. И вот Христос в Евангелии от Иоанна говорит о себе, «Аз есть путь истинной жизни». То есть он о себе говорит, «Я есть путь истинной жизни». А Пресвятая Владычица Богородица на иконе указывает рукой, или правой, или левой, на Сына Божий. Тип третий, умиление, иллюуса. Он идет от души человеческой, где Богоматерь прижимает к своей щеке Сына Божьего. Этот тип иконы, или лучше сказать изототипа, он как раз близок к даисусному чину. Почему ее называют моление? Почему даисус называется моление? Потому что они все предстоят перед Сыном Божьим. И вот тут, без сомнения, очевидно для всех иконописцев, что сам образ Пресвятой Владычицы Богородицы, он очень близок как раз к этому чину, даисусному. Она мне близка. Почему? Потому что она идет от преподобного Серафима Саровского. И он молился перед этим известным уже к тому времени, в 19 веке, иконой умиления. Как я понимаю, что якутская икона Божьей Матери умиления соотносится к векам 18. И вот это сомнения нет, потому что даисус произошел еще более ранний, нежели чем 15 век. Поэтому вот само изображение в полуоборот три четверти Пресвятой Владычицы Богородицы, это четкое повествование, что он взят с даисусного чина. Другой интересный вопрос, что расположение рук в деисисе, как правило, всегда Богоматерь указывает на Сына Божьего. То здесь она сама в себе, она прижала в руки, что тоже не умаляет ее значения, как именно той, которую мы все именуем, как умиление или моление. Явление иконы – чудо, явление Божьей благодати. Первый иконы писал по преданию апостола-евангелиста Лука, передавая всем верующим благословение самой Девы Марии. Иверская пришла по водам, Казанская явилась во сне. В начале революционной смуты утешением для верующего народа стало явление иконой Божьей Матери Державной. Трижды являлась причистая Дева в снах простой женщины, прося найти черный, потемневший от старости образ, и сделать его красным, восстановленным. Почитаемыми становятся иконы, написанные по особым случаям, перед которым молились люди и получали исцеление. Мы с вами находимся в центре Софийского собора, главного кафедрального храма Великого Новгорода. И в центре Софийского собора находится икона Богоматерь Знамения, покровительница Великого Новгорода. Предание о иконе говорит о том, что в январе 1170 года наш город был окружен войском Владимира Суздальского, князя Андрея Боголюбского. Но надо сказать, что сам Андрей Боголюбский в город не пришел. Он прислал своего сына, князя Мстислава. И Мстислав приходит не только с войском Владимира Суздальцев, он приводит сюда еще 11 княжеств. И, разумеется, силы были неравны. И новгородцам оставалось рассчитывать только на чудо. И это чудо происходит на второй день осады, когда наш владыка молится о спасении Великого Новгорода. И он слышит голос ангела. «Если ты хочешь, чтобы град твой был спасен, возьми икону Богоматерь Знамения и вынеси на градскую стену». Владыка так и делает. Он берет эту икону, выносит икону на градскую стену. Суздальцы увидели икону и выпустили по иконе град-стрел. И одна из стрел попала в глаз Пресвятой Богородицы. И из глаз Богородицы выкатилась слеза. Заплакала икона. Отвернула свой лик от Суздальцев. И посмотрела на Новгород. И летописец написал, мгла накрыла Новгород. Стало темно. И в этой кромешной тьме Суздальцы все погибли. И с тех пор город был непобедим. И защитницей, заступницей нашего города всегда была икона Богоматерь Знамения. И перед вами этот чудотворный, святой для Новгорода образ. Явление в Якутии нашей святыни, иконы умиления города Якутская, тоже чудо. Для него Господь избрал фигуру, противоречивую и неоднозначную графиню Бестушеву Рюмину. В середине XVIII века в Якутске оказалась одна из самых образованных женщин России из своего времени графиня Анна Гавриловна Бестужева-Рюмина в первом браке Ягужинская, младшая дочь сподвижника Петра Великого, графа Головкина. Она же статс-дама императрицы Екатерины I. Обвиненная в тяжком преступлении, она была сослана в далекую Якутию на 15 лет, прибыла в Якутск в 1743 году. Пути Господне неисповедимы. Якутия ждала свою святыню сто лет. Удивительно, что в такой далекой Якутии почитается образ, который туда попал в связи с тем, что вот княгиню Ягужинскую сослали так далеко от Петербурга. И она взяла с собой икону. И эта икона вот сегодня такая святыня города Якутска. Если говорить о том, что иконы вообще перемещались в истории России, это можно вообще целой детективной историей рассказать, как они перемещались, и как они попадали, и как они приходили. Но вот эта икона, она интересна именно тем, что это образ не совсем обычный, и даже часто его называют нетрадиционным. Миления мы видим в келье Серафима Саровского. И он сегодня почитается. Но когда-то он пришел к нам в Россию из Литвы. Потому что изначально эта иконография восходит к очень почитаемой в Литве, в Вильнюсе, или Вильна, как говорили в Российской империи, иконе Остробрамской, Остробрамской Божьей Матери. Она находится в Часовне над воротами, Брама по-польски ворота. Остробрамская, то есть верхние ворота. И почитается там и католиками, и православными. И очень понятно, почему у Ягужинских появилась эта икона. Это именно польские корни, польские, литовские корни вот этого семейства. И, видимо, она и была у них такой родовой святыней, написанной вот по образцу вот этой почитаемой Остробрамской иконы. Уже в период Серафима Саровского за ней закрепилось название «Умиление». Но на самом деле «Умиление» в Древней Руси называли икону по типу Владимирской. И мы сейчас находимся рядом с этой удивительной святыней в храме Николы в Толмачах при Третьяковской галерее. Это одна из самых первых икон, которая прибыла из Византии на Русь еще в XII веке. И написана она в лучших константинопольских мастерских. Что касается самого образа, в смысле таком живописном, да, он, конечно, XVIII века. Он может быть написан именно в такой живописной технике, можно сказать, это почти картина в европейском таком духе. Но такой был XVIII век, век галантный, век увлечения просвещением, философией просвещения, европейской культурой и так далее. И гужинские были на самом, так сказать, верху вот этой знати, которая была европейски образована. Поэтому такой образ, естественно, появился в этом семействе, в этом доме. Это очень глубокий образ и очень такая, видно, намоленная молитвенная икона. И она, конечно, восходит корнями, вот каким-то глубоким древним традициям, передающим основные такие христианские истины. И вот этот вот посыл, действительно, умиления, любви, милости Божьей к человечеству. В 1632 году Якутия вошла в состав государства российского. С этого момента православная вера начала входить в сердце якутского народа. Строились храмы, появился самый первый монастырь Дальнего Востока. Из Якутска уходили первопроходцы на поиски новых семей, а с ними шли и священники. Так православие продвигалось на северо-восток страны, а далее в Америку, Китай, Японию. Народ Божий с особой любовью относился к святыне, видимым и осязаемым знаком присутствия Господа через его причистую Матерь и Святыль. Вот почему так почитаются иконы Богородицы, и даже имена им даются по названию городов, где они были явлены. Но Якутск целый век жил без такой святыни. И Пресвятая Богородица откликнулась на эту невысказанную тоску и сама пришла в столицу якутского края, чтобы больше не покидать ее никогда. После Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа образ, изображение Пресвятой Владычицы Богородицы известен всему миру. Нет такого человека, кажется, на земле, которому бы показали изображение Божией Матери, и он не узнал бы в ней Царицу Небесную. Мы счастливые люди, что в Якутии имеем свою Царицу Небесную, свой образ, который покрывает нас от всякого козла. Этот образ был привезен несколько сот лет назад в Якутию, но сегодня к разным типам икон относят наш образ. Похожа ли она на Владимирскую икону Божией Матери? Или она относится к типу умиления? Или же это Адегидрия? Это не столь важно. Главное, что многие люди притекают сегодня к этому образу и получают просимое. Ведь свойственно ученым и историкам изучать исторические события, эпохальные события, изучать святыни, и многие до сегодняшнего дня во всем мире продолжают споры, разговоры о тех или иных святынях. Но для меня это не столь важно, к какому типу этот образ подходит. Главное, что через многие лихолетия, через многие десятилетия и даже века этот образ сохранялся на территории нашей республики, нашего города. Есть величайшие слова, которые произносит священнослужитель за каждой божественной Тургей. После определенного возгласа священник, держа в руках кадила, произносит такие слова «Пресвятая Богородица, помогай нам». Пусть эти совершенно простые, добрые слова, обращенные к Матери Божией, каждый якутянин, каждый, молящийся у этого образа, произносит в своем уме, в своем сердце и верю, что Пресвятая Богородица не оставит нас. За три века в Якутии поменялось все. Государственный строй, общественное устройство, прошла опустошительная гражданская война, но что бы ни происходило, Якутск был храним под покровом Пресвятой Богородицы. Икона пережила годы безбожия, пожары и даже годы забвения. На исходе века XX ее и нашли забытую и почти полуистлеющую. Процесс реставрации и возвращения к людям занял почти 20 лет. В нем участвовало множество людей, от архипастрии до простых прихожей. Икона то терялась, то самым невероятным образом находилась вновь. В начале 2000-х годов икона пребывала в Преображенском кафедральном соборе. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в то время только восстанавливался. Сегодня икона Пресвятой Богородицы Умиления и города Якутская пребывает в восстановленном храме. Еженедельно перед образом читается акафист. На молитву собирается все духовенство города и многочисленные прихожины якутских храмов. Храм Рождества Пресвятой Богородицы Радуйся, мягко не упостившая, радуйся, память простить меняющая. Она совершает, я сама чувствую, что чудеса, например, в прошлом году у меня самой чудо, когда она появилась в храме, с тобой дня стараюсь я всегда ходить и не пропускать акафисты по средам. Когда раздают листовки, и ты вроде стоишь, читаешь, происходит какое-то в душе именно чувство единения. Ты не стоишь один и читаешь вот эту молитву, а ты будто соединяешься со всеми этой молитвой. И это не передать словами, это надо прочувствовать. Прийти, взять листочек и со всеми именно читать. А мне она дает силу и, вы знаете, радость что ли такую. И все-таки это как-то совместное пение с народом. Ведь мы же народы, то есть верующие, они же составляют тело Христово, да, то есть это единый организм. И когда мы все здесь собираемся, мы как будто клеточки одного организма и все гармоничны, и вместе поем, и это так чудесно, и как будто вот так заряжаешься что ли Божьей благодатью, вот так вот можно сказать. Хотя Бог Он везде, но не всегда мы Его упускаем в свое сердце. Наше сердце, оно чаще закрыто, потому что мы в своей суете больше желаем не мира в душе, а больше желаем жить в этом мире. И чтобы душа наша веселилась, пела, плясала, но никак не думала о том, к чему же она в итоге придет. А обращаясь к иконе, всегда просишь, чтобы помолились, помогли нашим молитвам, чтобы Бог тоже с нами был, чтобы мы смогли сердце открыть свое Богу, чтобы своей любовью Он все-таки помог нам стать человеком, вот именно человеком. За несколько веков существования нашей иконы в этой истории было и долгое путешествие из Санкт-Петербурга в Якутск, в кибитке опальной графини, и пребывание в древнем Спасском монастыре и других храмах города, заввение и вновь радостное обретение ее. На нашей иконе изображение молящейся Девы Марии. Она молится, молится о нас. Мы, вверяя себя ее материнскому покрову, так же смиренно обращаемся к ней с молитвой. Всесвятая Богородица, во время живота моего не остави меня, человеческому предстательству не вери, мя, но сама заступи и помилась. Мяу. Субтитры создавал DimaTorzok